эти клиника на отдел сколько сейчас оклад мы сократили расходы на 700 и плюсом еще прибавилось помню ты сделала так чтобы клиника в месяц зарабатывал больше на 700 ну зафиксирую наклад зачем там работаешь мы сейчас тебе быстро найдем местечко к ри на тамбов да почему мальчик хочет тамбов не знаю я из ярославля так окей так карин ты в какой роли сегодня управление управление так окей хорошо два кресла 4 миллиона прибыль 2 понятна команда понятна загрузка давай запрос их несколько получается один запрос это у нас руководитель это ортопед терапевт у нас очень хорошие протезирование но хирургия при этом так как мы все прекрасно спасаем она у нас вообще в просадке вот эти 20 процентов то что мы не набираем это все хирургия вот нам нужно заключить хирурга раз разобраться между руководителем и управленцем разобраться между нас ным моментом и привязать кипи так объясни в чем там проблема да да все завязано на руководителей чтобы все пришло то есть он не хочет больше этим занимается он говорит вот тип вот те клиника на дел но все на нем завязано и просто из оклада что-то делать не интересно что-то кому-то лишнее дело тоже не интересно что кому конкретно делать из нас двоих и какие моменты лучше оставить руководителю а какие моменты дать лучше управляющим вот с этим вопрос а ты разговаривал на эту тему с ним да и чё и ничего так понял расскажу здесь немножко предысторию как вообще разговор строился ну какие бы какой был посыл и что получилось так возвращаемся к запросам первое загрузить хирурги очень легкий ответ так что вы сейчас сделали для того чтобы загрузить хирургию мы начали весь контент перестраивать на хирургию что контент на хирургию ок дальше понимаешь вопрос еще раз смотри я проведу пример вот у меня есть руководитель отдела и он подходит говорит слушайте алексей так ты так то у меня какая-то система мотивации что-то устарела ну ты придумайся мотивации приходи не я придумываю систему мотивации а мне приносит вот моя система мотивации которую я вижу и дальше их должен ее защитить объяснить вот акват такой-то кипя и такие-то процент такой-то потому-то 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 там был оклад процент от прибыли не помню какой вот и отдельно с соцсетей тоже процент от пришедших вот того сколько не принесут кассу сколько сейчас оклад 50 тысяч мы сейчас тебе быстро найдем местечко так окей и ты принесла эту систему мотивации и что тебе сказали над подумать надо подумать ну когда уже все сроки просрочены зачем там работаешь блин мне нравится сфера сфера своих городов россии там 600 штук стоматологии 30000 те стоматологии которые готовы платить управленцу который готов влиять на прибыль и отвечать за маркетинг ну дофига причем способы взаимодействия могут быть абсолютно разные не ну здесь это это ключевой то есть мысль то какая мысль такая если провести аллегорию да то мы как бы мы везем свою повозку она тяжелая неудобно у нас сломалось колесо и мы ее везем из точки а в точку б нам постоянно мешают вставляют палки в колеса но мы такие мы идем из точки а в точку б нам максимально некомфортно эта повозка так почему бы нам не пересесть на оранж ровер который вот рядышком стоит зачем если повозка сейчас мы пришли к тому что вот он говорит придумываем делаем я тебе все дают и делаешь все то есть он хочет остаться по сути как в основном врач и какие-то себе когда у него будет вот вот эта вот схема так какая схема ну вот понимание кто за что отвечает и а привязка как долго управляющие поднимать ли выручка начала прям полноценно управлять наверно полгода в целом год а с клиника полтора года работает но ты то есть выросла из-за самого специалиста как я правильно понял да да управленцы круто окей класс супер вот мы сократили расходы где-то на 700 то есть просто анализиров каждый раз на что мы тратим вот и плюсом еще прибавилось помню я правильно понял что прибыль выросла на 700 тысяч до плюс-минус хорошо это же выручка прибавилось а в марже там поменьше но примерно на 700 тысяч по прибыли было миллион 300 стала 2 да окей хорошо я правильно понял что синхронизируем ся что ты сделала так чтобы клиника в месяц зарабатывал больше на 700 ну за фиксированный клад 50 мысль такая что я рекомендую сделать я получаю столько я хочу сделать вот это вот это вот это чтобы я получал вот столько очень адекватно причем адекватно с обеих сторон не знаешь это не не будет выглядеть как шантаж чтобы не получилось так что ты такая пришла такая если не завтра столько не заплатил уйду все бросаю и ухожу еще ворую базу и сотрудник вот так делать нельзя так делать нельзя вот это поэтому что касается по поводу загрузить хирургию все звоним придумаем классный offer который будет точкой входа на на это направление и приглашаем вот это с чего бы я начал потому что глупо платить за входящий трафик там по тысячи ну там более рублей по 500 по 600 будет примерно но не суть глупо платить за входящий трафик когда у тебя есть база за там три года просто мало таких хорошо вы же им не звонили и слова мало и не понимаю мало это какое-то количество то есть тебе как управленцы нужно разговаривать на языке цифр первое да да что с хирургом почему ты думаешь что он плохой не говорю что он плохой но у нас он как бы по совместительству работает раз и работает получается у нас в трех клиниках городок маленький все таки вот и как бы есть такие мысли что он в принципе там клиент в другие клиники уводит и все но есть у меня такое предчувствие так и скажи мне теперь вопрос если ты полноценно принимала бы все решения в клинике относительно этого вопроса в том числе какое бы решение приняла ну я говорю вот вот это приоритетное то есть первое это разговор с собственником для того чтобы было понимание нам дальше по пути или не по пути что если не по пути ты прокачаешь свои скилые все ты нам в чат напиши у нас городов много